Здарова! Я поставил себе задачу научиться создавать игры, не имея абсолютно никаких знаний в разработке. Ранее я уже был немного знаком с 3D моделированием, программированием и графическим дизайном. И как раз этот проект в теории должен был включить в себя все навыки, которые у меня уже имелись. Впоследствии это и произошло. У меня была какая-то общая идея, что чел, которым управляет игрок, что-то изготавливает и продает. Геймплей супер простой. Также хотелось разнообразить какими-то квестами, головоломками, поиском предметов. Ну и с такими мыслями я думаю все, можно делать. А для начала мне нужно было определиться, на каком движке мне создавать игру. Я же не какой-то супергений, который может проработать всю физику и прочие аспекты. У меня был выбор между двумя популярными движками, а именно Unity и Unreal. Немного углубившись в Unity я увидел что-то страшное, там надо было кодить. Я конечно ранее был знаком с кодингом, но на базовом уровне, поэтому этот вариант не сильно мне понравился. Вслед я рассмотрел Unreal, и как только я увидел блюпринты, что все то же самое, что можно сделать на коде, я могу просто соединить линиями и оно будет работать, я сразу загорелся делать игру именно на нем, думая, что это проще простого. Но на деле оказалось все не совсем так. Первым делом я решил начать создавать инвентарь. И вот тут, ну вот прям в самом начале, я столкнулся с такими трудностями, к которому и маленький мозг уж точно не был готов. Мало того, что я еще и в самом движке-то не разобрался, так я еще и позарился на такую тему, как инвентарь. Объясняю. Инвентарь это такая штучка, которая включает в себя множество разных сценариев. Клик по предмету левой кнопкой мыши, одно действие. Клик правой, другое. А если ты уже взял предмет из одного слота и кликаешь на другой, это уже третье. Ну и так далее. А все гайды в интернете хоть и объясняют, как это работает, но они это делают вообще не так, как я себе это представлял. И вот спустя неделю ежедневных тренировок в этом движке, соединяя что-то с одного гайда, что-то с другого, у меня получается сделать всю эту огромную схему работы с инвентарем. Ну, или мне кажется, что она огромная. Ну все, хорошо. С инвентарем справился, чувствуя себя победителем этой жизни, начал делать остальное. И вот тут я осознал, как важно было все-таки сначала разобраться, как работают эти блюпринты, ведь дальше мне все давалось без особых усилий. Даже гайды не потребовались. Я уже в голове выстраивал всю цепочку действий, оставалось только фиксить баги. Начиная с инвентаря, я, конечно, разобрался. Но чего мне это стоило? Я как ребенок, выброшенный в воду, барахтался, чтобы понять, как мне плавать. Но зная себя, я мог бы просто забить огромный болт и просто все бросить и пойти ко дну. На самом деле, очень удивлен, что все-таки доделал это. Далее, я сделал персонажа и анимацию ему, изготовление предметов из уже имеющихся ингредиентов в инвентаре, деньги и магазин. Немного создал локацию и начал создавать главное меню. И только сейчас я решил немного отсесть от программы и немного пофантазировать, так как на вопрос, что делать дальше, в моей голове была пустота. Я благодарю за просмотр видео. Я буду стараться и дальше выпускать отчеты по разработке этой игры, но вообще ничего не обещаю. На данный момент вроде сделал много, но в то же время и ничего, исходя из общей массы того, что еще предстоит. Поэтому всем покедово, а я пошел дальше учиться разрабатывать игру.